здравствуйте меня зовут овчинникова алена я художник архитектор и я очень рада приветствовать вас на нашем уже втором занятии в рамках марафона перспектива в архитектуре сегодня мы с вами поговорим про композицию разберем основы и нарисуем яркий летний скетч давайте для начала разберемся вообще с композицией на потому что перед тем как начать рисовать мы должны с вами придумать свою работу расположить главные объекты в интересном положении но и для этого нам нужно знать какие-то основы какую-то базу на что нужно обратить свое внимание давайте уберем время картинки это наша в пар галочка с первого занятия и давайте здесь и продолжим на смотрите давайте нарисуем с вами наш лист пускай он будет для начала горизонтально и у нас есть много разных сложных композиционных приемов но есть самый простой вот если вы не так давно рисуете если вы знакомитесь только с основами то вот это правило вам очень быстро поможет найти интересную композицию называется это правило третей найти разделим наш лист на три равные части по вертикали и по горизонтали и вместе пересечения поставим точечки и что это значит да у нас есть с вами наша картина и считается что вот эти вот четыре точки это те точки на которые особо сильно заостряется наше внимание когда мы рассматриваем с вами какое-либо произведение и есть еще помимо вот этих вот точек да у нас есть наши оси по которым также можно заострять наше внимание есть такое негласное правило о том что очень нехорошо располагать линию горизонта ровно по центру листа это считается немного дурным тоном можно для каких-то специальных эффектов ее делать ровно посередине но всегда если мы рисуем это не делая какой-то основой всей нашей композиции всего нашего рисунка что у нас четко делит лист например если мы рисуем море и небо можно сделать какую-то такую композицию вызывающую где у нас будет четко посередине проходить линия горизонта но чаще все таки мы стараемся с вами ее поднимать либо выше либо ниже и от этого очень сильно меняется наше восприятие да и вот как раз таки мы тяготеем вот к этим вот точечкам которые у нас есть на наши точки внимания вот например если мы поднимаем ее куда-то повыше мы можем здесь рисовать интересный ландшафт там какую-то дорогу уходящую вглубь на можем где-то на дальнем плане показать горы здесь какое интересное дерево поставить на вот эту вот зону закрыть и у нас одно ощущение с вами от картины если мы с вами наоборот опускаем нашу линию горизонта ниже приближаем к вот этим нижним точечкам да то тогда мы должны понимать что у нас все внимание будет приковано не к нашему пейзажу и каким-то рельефом интересным объектом а все внимание будет устремляться в небо мы рассматриваем уже на может быть какой-то объект который возвышается но если это у нас просто пейзаж то тогда у нас должна быть какое-то очень интересное фактурное небо с красивыми облаками это может быть закат например да и можно где-то здесь здесь легкий рельеф но мы должны понимать что все-таки зритель будет рассматривать небо верхнюю часть и если у нас будет слишком много объектов находиться внизу то картинка будет смотреться очень тяжело на поэтому в зависимости от того где вы хотите больше прописать детали что вам больше важно показать то что находится выше линий горизонта или ниже тому объекту и отдавайте большую площадь например вот здесь мы можем с вами нарисовать какой-то замок например на ли церковь но все равно у нас небо играет очень большую роль и поэтому хоть у нас и уходит ввысь да но мы понимаем что вот наш объект который мы рассматриваем мы рассматриваем верхнюю часть картины здесь мы рассматриваем нижнюю часть картины и небо можно сделать даже без каких-либо особых на эффектов без облаков просто монотонно и есть у нас еще правило которое также можно запомнить как и у три точки то что мы с вами входим картину с этого угла и здесь выходим что он делает наш глаз мы с вами заходим в картину делаем здесь петлю и выходим а я думаю что такую схему вы уже много раз видели и она действительно так работает на мы с вами заходим проходим как раз таки по вот этим четырем точкам и выходим из картины и очень хорошо если мы хотим придать какой-то динамике нашей работе чтобы у нас были какие-то направляющие которые помогают нам выходить если мы наоборот хотим куда-то притянуть наш взгляд то мы можем сделать и какие-то обратные эффекты поставить здесь какой-то заслон тогда будет небольшой резонанс и все эти приемы можно использовать но конечно если вы в них разбираетесь и давайте на примере работ немножко с вами как раз таки это и посмотрим смотрите здесь у нас центральная композиция линия горизонта находится на 1 3 примерно и здесь я не рассматривала точки здесь я рассматривала доминанты мне было интересно рассматривать вот эту вот ось поэтому на ней много разных деталей здесь есть и машина есть человечки есть какое-то ограждение и фокус у меня конечно же здесь почти по центру немножко со смещением здесь не совсем стандартная композиция на потому что здесь есть еще и небольшой сдвиг например для сравнения центральной композиции давайте эти две работы рядом посмотрим здесь у нас очень статичная композиция все уравновешено мы здание поставили четко посередине нас нету никакого движения мы не чувствуем энергии какой-то который нас тянет в ту или иную сторону когда рассматриваем эту работу а смотря на этот скетч мы видим с вами очень много динамики мы видим какое-то волнение ритм этой улице у нас есть и провода которые усиливают этот эффект и вот этот вот слом середины да она совсем чуть-чуть подвинулась за счет этого создается некий дисбаланс и поэтому вот эту картину хочется рассматривать но с такими приемами нужно быть аккуратными потом вот если мы смотрим с вами на вот эту композицию здесь мы уже рассматриваем с вами на вот если мы делим на три части работу у нас с вами вот это здание примерно до располагается по вот этой вот третье чуть-чуть со смещением и линия горизонта проходит опять же видите не по середине листа а ниже немножко чем середина листа и здесь оставлено не очень много места поскольку вот этот объект мне не очень интересен мне хочется чтобы люди вот здесь вот рассматривали и поэтому мы заходим в картину рассматриваем ее здесь и выходим и видите у меня еще крона помогает нам выйти из этой картины здесь немного другой эффект применен здесь у нас вообще нету ничего с этого края да и мы с вами рассматриваем здесь только одну точку да вот вспоминаем нашу картинку на у нас есть три то четыре точки мы можем во все четыре точки делать какие-то акценты но если мы всю картину так вот растаем доминанты то она будет немного перегружена поэтому чаще всего какую-то точку освобождают и вот в этой работе да если мы посмотрим мы рассматриваем конкретно вот эту вот ось и вот эту точку а у нас есть явно видно и главное доминанта что вот это нас интересует все что уходит дальше нас не интересует и также видно что все что внизу она прописана но нам не так интересно нам больше всего интересен вот этот вот кусок а поэтому здесь у нас с одной точкой а вот этот фокус внимания но на самом деле так можно рассматривать много да и говорить по миру да давайте на вот этой работе посмотрим здесь у нас также та же самая ось на одна треть на которой стоит часовня доминанта которую мы рассматриваем и здесь еще дорога помогает нам сделать вот эту вот динамику уходящую улицу на вот смотрите мы прям по дороге заходим здесь у нас опять свободная . здесь мы рассмотрели колокол рассмотрели входной портал по дороге опять выходим и крона нам помогает опять же выйти из нашей картины вроде как мелочи но все вот эти вот нюансы помогают собрать картину воедино на и вот если смотреть на этой работе здесь у нас сильная динамика как раз таки за счет того что вот это вот движение вот если мы проведем линию да она прям провожает нас и вот только заходя вот сюда мы начинаем копаться и энергии здесь очень много потому что во первых и сам рельеф диктует нам выход у нас каждая . да здесь подчеркивает что нужно выходить сюда здесь нет особых каких-то деталей за которые мы цепляемся останавливаемся да у нас есть две детали которые мы рассматриваем они находятся почти до по центру но за счет того что у нас очень объемные здесь формы они все плавные это не смотрится как-то пошло да грубо говоря это центральная композиция у нас все внимание в центр листа но за счет вот этой вот динамики она смотрится необычно и очень выигрышно даже несмотря на то что вот эти вещи мы расположили в центре но она думаю что последняя работа на которой мы остановимся и уже перейдем рисование к рисованию здесь тоже мы рассматриваем с вами уже вот эту вот вертикаль вот она линия горизонта у нас проходит прямо по 3 и смотрите оба пальмами я завожу человека который смотрит рассматривают мою работу и облаками я вывожу человека спокойно без каких-либо раздражений и своей картины и вот очень важно думать о том насколько комфортно будет смотреться ваша работа насколько приятно человеку будет ее рассматривать я думаю что какой краткий экскурс я вам сделала я думаю что вы можете поанализировать свои работы посмотреть что где и как у вас получилось что где вы как сделали какие моменты можно было бы где изменить и давайте уже с вами приступим к нашему скетчу мы с вами будем рисовать жаркую грецию подсотру пока лежали листочки испачкалась это небольшой домик до двухэтажный с яркими красивыми цветами референс у вас приложен и смотрите нам нужно так как-то это все закомпоновать у нас будет с фасад который развернут к нам с цветами находиться по 3 и все остальное мы будем с вами списывать уже вот в эту сторону с меньшими подробностями сейчас у нас будет одна доминанта давайте с вами сделаем себе маленький эскизик очень хорошо когда мы рисуем делать небольшие эскизы они помогают вам во-первых и по тону разделить вашу работу просмотреть наш формат сделаем примерно и смотрим вот наша треть треть где-то здесь сейчас пока примерно намечаем смотрим насколько все садится нравится нам не нравится так где-то здесь у нас будут с вами большие цветы тут у нас вылезет на передний план куст какая-то лавочка здесь цветы и вот здесь вот на вот эту точку мы с вами тоже делаем небольшую номинанту зонтик с рекламным щитом на окошке я думаю что можно будет попробовать сейчас как раз и посмотрим да у нас с вами вот эта часть будет немножко в тени вот здесь внизу будет сюда уходящая тень там спешим домики вот эта часть вся будет темная и и здесь дорожка и чистое небо я думаю что не будем больше прорисовывать и уже приступим на какой-то маленький эскизик сделали в голове что-то у себя зафиксировали и переходим уже на наш формат для начала когда мы начинаем с вами любую работу никогда не прописывайте все сразу же детали для начала нам нужно наметить себе примерно общие габариты поймать какие-то основные уклоны для того чтобы дальше было проще так и 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 на и и поэтому делать и еще потому Westio и тут еще и пальма вылезает и вот это дерево тоже по идее давайте сюда впишем мне нравится как она вот эту вот часть дополняет а где-то здесь у нас с вами пройдут балконы зонтик и теперь когда мы основные какие-то объекты накидали мы с вами уже можем и найти на нашу линию горизонта она где-то будет ходить вот здесь под зонтиком и давайте с вами вынесем наши точки и посмотрим куда же у нас уходит а вот где-то здесь мы сделаем с вами одну точку схода и где-то тут мы с вами поставим вторую точку схода можем также проверить пропорции на сколько раз у нас одна часть помещается во вторую но на самом деле для скетчика это не столь важен к когда мы хотим передать настроение мы можем даже не полностью все перерисовывать совсем другая задача на когда мы делаем работу скетчевую манере мы ее должны сделать достаточно быстро легко скетчи вообще традиционно делаются на пленэре да когда мы сидим прямо в этом же месте и рисуем поэтому времени у нас не так много и вот теперь уже мы помним наше правило мы простраиваем оси находим верхушку на вот эту линию я тоже уважаю потому что у нас один край второй край крыше они находятся на одном и том же месте вот отсюда у нас не идет линия поскольку крыша ее закрывает и вот эту вот линию мы с вами также отправляем в эту точку схода и эту линию отправляем в точку схода у нас с вами есть толщина крыши и крыша еще немножко выступает тут интересный карниз с этой стороны почти идет вровень со стеной есть совсем небольшой выступ и с этой стороны сделано на по углам пилястра небольшое выступ из стены и здесь мы все с вами уже прячем за нашей зеленью вот здесь проводим линию а если мы посмотрим внимательно у нас здесь есть такая плоская часть которая как раз таки обрисовывает нам с этой стороны карниз с этой стороны у нас тоже самое но здесь уже опять немножко спряталась все за листвой но мы я думаю что этот кусочек с вами отделе не освободи поэтому прорисовываем что нас интересует с этой стороны здесь у нас есть с вами одна линия потом нарисуем валик она здесь крыша заканчивается водостоком водосливом поэтому здесь у нас с вами будет округлая часть и мы с вами дом закончим где-то здесь следовательно карниз у нас выступит немного вперед и вот эту вот толщину мы тоже с вами даем и с этой частью да у нас больше ничего нет в эту сторону у нас нету утолщение вот здесь вот есть еще какой-то элемент но это уже мелочи это можно настолько детально не просматривать дальше у нас тоже идет такая же пилястра поскольку она уже достаточно далеко от нас да мы ее уже совсем никаких подробностей здесь не рисуем потом давайте с вами сразу же наметим окошки они достаточно высоко и уходят также у нас вот в эту точку схода и с этой стороны мы должны сделать окна на той же самой высоте поэтому вспоминаем как мы делаем мы доводим до угла и отсюда ведем в эту сторону и вот мы нашли уровень окошек с этой стороны и по центру сверху у нас с вами еще есть небольшое окно вверх у окна опять уходит под наклоном как и вниз тут нарисованы на фотографии есть открытые окошки но я думаю что мы можем с вами их и сделать если она у нас окно открыто то угол у него уже поменяется здесь будет чуть больше заходить закрывать нам часть окна с этой стороны мы можем сделать как будто бы створка не так сильно открыто и тут у нас пойдут с вами интересные тени здесь у нас совсем маленький объект поэтому мы не сильно с вами прорисовываем если бы мы рисовали в большем формате то мы бы больше внимания этому уделили и это тоже очень важное правило что чем больше у нас формат тем больше деталей нам нужно показывать иногда конечно делают и на маленьких работах очень сильную деталировку и на больших наоборот почти ничего не прорисовывают но общее правило все-таки говорит о том что если работа большая то и детали должны быть больше смотрите вот это окно у нас должно начаться не в створе с верхним окошком а с отступом на поэтому как раз таки чтобы нам найти вот это перспективное искажение простраивайте вертикали и смотрите где и в каком месте что у нас заканчивается так здесь тоже створка сделано открытый но я думаю что мы не будем себе усложнить жизнь а здесь мы уже все с вами прячем за красивыми этими яркими цветами примерно себе накидаем нарисуем здесь извилистый красивый ствол извивается и уходит куда-то в фундамент и тут еще у нас и второе у нас двойное дерево не очень хорошо видно как это все происходит но это нам и не столь важно и давайте сделаем дверь створе с окном на что не у нас друг под другом находится дверь у нас тоже будут вся почти закрыта зеленью поэтому мы ее намечаем но не прорисовываем что у нас происходит с вами с этой стороны мы на глаз примерно определяем вот это расстояние и и считаем у нас должно с вами вместиться четыре окошка примерно сначала наметили если у нас все влезает тоже тогда начинаем расстраивать даже вот эти мы возьмем чуть повыше делаем посмотрели так где у нас проходит низ окошек и и вот здесь вот у нас с вами есть выступающие элементы давайте добавим сразу же толщину над каждым окном и поскольку формат небольшой мы с вами смотрим только на общий облик и просто добавляем вот эти вот элементы не прорисовывать тем более это у нас скетч хоть мы его рисуем и более подробно поскольку только обучаемся этому она все равно мы с вами какие-то вещи уже упрощаем и по отдалению от наши главные доминанты вот эти детальки мы уже вообще почти не прорисовываем здесь у нас с вами давайте тут все таки тоже сделаем пониже чтобы было соответствие между двух сторон у нас с вами окно начнется вот здесь а здесь будет оконное обрамление да и вот здесь мы точно так же с вами проводим эту линию и находим оконное обрамление здесь у нас с вами створки закрыты а здесь рисуем что створки открыты и тут у нас с вами еще и балкон добавляется зонтик мы чуть-чуть поднимем давайте сначала ведем отсюда линию у нас плоский карниз потом в эту точку уводим выступающую часть доводим ее почти до конца и сюда ведем продолжение и у нас балкон даже не очень понятно где он заканчивается но насколько я понимаю он заканчивается у второго окна и четвертое окно последнее уже без балкона как нам это простроить мы окно наше опускаем вниз отступаем чуть-чуть в бок на поскольку вряд ли она уж прям вблизь заканчивается и и вот здесь вот добавляем вот эту вот толщинку балкон у нас почти не раскрыт здесь у нас пройдет своими ограждения и внизу у нас будет еще и добавляться кронштейн эти вот это сразу сотрю балкон и вот здесь вот по краям у нас будут красивые кронштейны и с этой стороны его будет не видно из-под кронштейна у нас начинается большая натянутая крыша давайте даже не будем ее так сильно опускать сделаем как на фотографии хотела сделать чуть пониже но я думаю что все таки будет это смотреться хуже да и здесь у нас с вами какие-то интересности здесь толщинки и вот это все уже у нас уйдет под тень зонтик мы смещаем первое место мы нашли не совсем верно но как раз за счет того что мы простроили с вами уже так много всего мы нашли его более точную позицию зонтик будем с вами просто простраивать по ощущениям не будем разбираться с конструкциями а вот мы видим две основные складочки и все остальное нас не интересует хочу опустить немножко вот этот кусочек и стойка пройдет четко из центра и где-то вот здесь воткнется в землю у нас получилось что зонтик прошел почти по линии глаз по линии горизонта тут давайте с вами сделаем окошко которая чуть-чуть вылезает когда мы уже с вами набьем руку мы не будем так много внимания уделять вот этим вот построением в точке схода поскольку это уже будет у нас на автомате но пока это еще сидит не совсем у нас в понимании поэтому мы сейчас на это уделяем больше времени дальше конечно же все свои работы я настолько детально не простраиваю вот смотрите что еще заметила это окошко мы сделали со смещением в принципе мне на самом деле даже нравится что она села не в створе с верхним окном добавилась какая-то пластика фасада поэтому я думаю что мы это оставим но я специально заострил на этом ваше внимание чтобы вы это заметили что я просто не совсем сразу на это отследила но по идее на фотографии у нас вот это окно сидит четко под этим окном но здесь у нас тогда получается пустой кусок и ваза сидит прямо под вот этим окошком и все нагромождено поэтому поскольку она здесь сместилась мне кажется это выглядит даже более выигрышно поэтому двигать я не буду но только потому что я нашла этому какое-то обоснование так конечно же если мы с вами передаем натуру более четко то за этим надо более внимательно следить и не отвлекаться но я поскольку еще и объясняю разговариваю и под камеру немножко отвлекаюсь поэтому не сразу заметила но вот сейчас я смотрю что это выглядит намного выигрышней да у нас немножко сместилось окно и вот тут появилась какая-то игра да смотрите у нас линия горизонта с вами прошла вот здесь вот это ваза красивая она стоит под линии горизонта поэтому все наши вот эти вот плоскости будут раскрываться в эту сторону так место для ваза есть да мы смотрите мы простраиваем с вами основание и понимаем что основание помещается возможно даже стоит еще чуть-чуть его пониже опустить поскольку у нас ваза имеет еще свою какую-то толщину наверх так здесь у нас с вами висят на вешалочках яркие одежда здесь еще какие-то шляпки туники и вот тут вылезка которую я хочу сохранить она мне кажется достаточно интересный да уводим также ее в точку схода она может быть стоит немного под другим углом поэтому мы ее немножко сделаем повыше она не идет в створе с этим фасадом не в той же плоскости она чуть-чуть повернута поэтому вот эту линию я чуть-чуть поднимаю повыше чтобы развернуть эту табличку относительно нашего фасада чтобы у нас не получилось так что у нас все совсем по линеечке с вами расставлено да и тогда мы понимаем что вот эта точка у нас ушла дальше следовательно вот эта точка у нас будет ближе поскольку мы разворачивая с вами объект двигаем наши точки если мы разворачиваем сильнее вот эту плоскость поворачиваем на нас то вот эта плоскость сокращается да это как раз то что мы с вами разбирали на прошлом занятии здесь какие-то у нас будут надписи и я думаю что вот последнее что нам нужно простроить это вот этот угол сейчас у нас немножко потерялся и тут тоже есть небольшая толщинка у нас с вами еще один домик на который мы не обращаем особо внимания но какие-то элементы мы ему дадим дайте и вот здесь вот я бы еще вернула вот эту раму которая тоже здесь стоит и вот это все мы уже уведем с вами в тень здесь у нас большая ваза у нее уже очень сильно раскрыто вот это донышко поскольку она очень далеко находится от линии горизонта и все остальное мы не прорисовываем давайте стираем излишки нашего карандаша особенно у меня много сейчас здесь почиркано поскольку я рисовала поярче да мы с вами самую неприятную работу сделали все простроили я буду использовать синтетику маленькую и вот такую вот белочку с французским креплением белка микс в принципе могут подойти какие-то другие кисти но тоже на ваше усмотрение чем вы рисуете так рисуем с вами сначала небо давайте зальем я возьму ярко-голубую так и прокрываем с вами небо можно оставлять какие-то просветы а давайте я вам сейчас еще покажу один прием как можно легко сделать облака мы где-то до сюда доводим можно немножко наклонить планшет и вот сюда добавить воды чтобы у нас эта граница стала побелее да поскольку у нас при приближении к горизонту цвета будут немножко ослабевать давайте возьмем поярче можно добавить немножко ультрамарина и вот эту вот часть сделаем по насыщенней и теперь берем с вами салфетку а в каком-то вот пример где-то здесь можно немножко по вымывать кисточкой и можем еще где-то добавить с вами облаков уже просто лепя их салфеткой вот особенно где-то в нижней части небо у нас не играет такую важную роль поэтому мы сильно с ним не задерживаемся вот можно взять маленькую кисть где-то подправить какие-то отдельные элементы где мы видим что у нас не очень ровно потом вот здесь вот я хочу размыть вот эту границу и вот здесь вот еще хочется добавить облаков сделали такие перьевые легкие облачка можно этого было и не делать но мне почему-то захотелось сделать не просто гладкое небо но если хотите сделать ровную заливку конечно же делайте на ваше усмотрение у нас с вами достаточно теплый пол поэтому давайте сразу же прокроем с вами и землю я возьму неаполитанскую желтую и немножко добавлю к ней фиолетового хинокридона и вот уходя от домика у нас там еще появляется немножко голубизны поэтому давайте начнем с вами с ультрамарина вот откуда-то отсюда и потом через фиолетовый хинокридон там можете немного свою цветовую гамму использовать мы приближаемся к нам и делаем всю заливку более теплой и более плотной вот здесь опять списываем на переднем плане добавляем чуть больше каких-то фактур на можно взять и фиолетовый хинокридон немного добавить в переднюю часть какие-то горизонтали давайте немножко и побрызгаем с вами сюда для того чтобы передний план у нас заиграл на но поскольку мы рисуем с вами скетч мы больше с вами не мучаем эти места вот здесь вот давайте сразу же с вами спишем размоем край для того чтобы у нас не было четкой границы следите за вашими границами когда рисуете акварелью я думаю что здесь есть новички поэтому рассказываю много очевидных каких-то вещей может быть для кого-то так здесь добавили и теперь давайте с вами сделаем вот эту вот зелень для этого я возьму кисточку давайте это и будем чтобы не перекружать я возьму неаполитанскую желтую смешаю ее вместе с оливковой и для начала да вот где-то вот здесь вот добавлю вот эти вот яркие зеленые листья пальмы видите я не особо их разбираю создаем так вот как мешанину я очень смотрю что я закрыла вот этот белый выступающий участок но я думаю что мы так его и перекроем тогда полностью чтобы у нас не было здесь каких-то наслоений лишних а что все таки наш фокус остался на главном нашем объекте что мы его и не прорисовала ну и поэтому и не страшно что мы его закрыли так наверх у нас более холодная это листва она во первых от нас дальше она более массивная она все равно добавляем разных оттенков я взяла и фиолетовую добавила и ультрамарина и зеленый для того чтобы вот это все смотрелось поинтересней добавляете разных оттенков да вот я просто кисточкой выплясываю где-то можно обобщить таким резким движением торца кисти на мы хотели вот этот кусочек оставить мы его оставляем еще нужно приподнять эти желтые яркие листочки я беру неаполитанский уже даже без оливковый и вот здесь вот давайте добавим еще этой пальмы там где-то что-то уточнил и старайтесь рисовать живо чтобы у вас не было это замучено да и вот эту вот часть мы тоже с вами списываем я сделаю какой-то большой проштрих и потом по этому проштриху пляшу вокруг и добавляю фактур здесь у нас уже более желтенькие вылезают у нас здесь есть часть по мокрому и это нам идет на руку сколько эта часть у нас не должна быть в фокусе и поэтому очень хорошо что что-то где-то расплывается ну вот можно здесь немножко обыграть где-то добавить более четких элементов но поскольку это у нас второстепенная второстепенную играет роль мы не увлекаемся потому что если мы здесь все с вами детально пропишем то мы потеряем фокус нашего домика смотрите за не очень хорошо остановилась краска вы у себя за этим следить здесь у нас тень поэтому мы это перекроем но лучше бы это я заметила чуть пораньше берем с вами давайте возьмем коричневую с красненьким с неаполитанкой сделаем какой-то теплый цвет и чуть-чуть его приглушим фиолетовым хинокридоном и сделаем вот этот вазон у нас здесь с вами мокрая еще заливка от листвы поэтому у нас как раз здесь все немножко перельется друг друга даст какие-то рефлексы интересные и мы это оставляем все как в плюс нашей работе теперь я беру индиго я хочу добавить сюда каких-то более плотных а вот здесь у меня немножко скучная заливка получилась добавляем еще коричневого и сделаем какие-то стволы может быть на что у нас здесь что-то вылезает и можем еще сюда и воду пустить тогда у нас здесь будет красивый эффект акварельный и вниз я бы сразу же уже с вами прописала тень поэтому давайте возьмем ультрамарин и ультрамарином вот эту вот всю часть мы закроем и смотрим по фотографии как у нас с вами проходит вот эта теневая часть здесь у нас есть угол на от этой верхней части но мы считаем что она просто у нас немножко не попала в кадр это мы ее оставим более никто не будет это настолько все проверять и здесь у нас с вами идет вот эти вот тени от пальм и вот этот кусочек нам нужно уплотнить а поскольку вот здесь у нас тень с вами должна быть плотнее и вот это ведро чтоб она у нас тоже закруглилась мы с вами одну сторону уводим больше в тень здесь у нас как будто бы есть какой-то рефлекс теперь еще раз синтетикой вот здесь добавлю контрастов может быть мы к этому месту еще немного вернемся но в целом с вот этой листвой мы закончили осталось только добавить каких-то штрихов уже в самом конце теперь давайте перейдем к нашему основному зданию я беру неаполитанскую можно немножко добавить нее на либо какую-то коричневую смотрите какие у вас есть цвета нам нужно получить кремовый оттенок но достаточно легкий и прокрываем вот эту вот все сначала с вами часть обходим только окошки если у вас здесь еще не высохла то не делайте а здесь у нас с вами пойдет второе листво поэтому мы не закрашиваем здесь сильно потом вот эта часть у нас должна быть с вами темнее плотнее и мы еще немножко уплотняем на оставляя уже какие-то белые элементы теперь я беру синтетику беру фиолетовую с ультрамарином на для того чтобы вот этот оранжевый немножко приглушить и рисуем тени нас дом теплый тени делаем холодные и сверху здесь у нас идет очень интересная черепица которую видно давайте мы ее с вами и изобразим можно взять немножко поглушить цвет рисую специально синтетикой чтобы у меня сильно акварель не растекалась но я хочу добиваться более мягких переходов поэтому не рисую это по сухому можно сразу же дать тени под низом с добавлением коричневого нас вот эти все элементы они идут более темные и можно сразу же и здесь контрастом добавить сверху у нас есть более темная часть здесь посередине щель здесь уплотняем можно немножко подчеркнуть и вот эту вот крышу здесь вот добавляем тоже с вами конкретики теперь берем ярко-голубую и прокрываем створки можно чуть менее интенсивный цвет взять и можно сразу же взять ультрамарин только вымойте кисточку да нам нужно чтобы у нас была разница по тону по тепло холодности и вниз мы рисуем эту вот тень которую видим на референсе на и вот сюда тоже можем сразу же ее прорисовать берем опять ярко-голубую добавляем чуть больше воды чтобы у нас краска не была очень интенсивной и прокрываем вот эти створки мы не вдаемся в подробности только потому что мы рисуем с вами быструю зарисовку если бы мы хотели с вами сделать более проработанную работу то конечно мы бы уже разбирались со всеми вот этими нюансами которые здесь появляются вот эту часть хочется сразу списать и давайте перейдем вот к этой листве для того чтобы понять насколько нам еще здесь нужно прорабатывать для начала берем с вами опять те же самые цвета оливковую добавляю в нее термарина и вот эту всю часть мы закрываем это интересной зеленью да и смотрите сначала она идет как зелень а потом она уже переходит яркий яркий цвет чтобы не добавлять нового цвета давайте возьмем с вами как раз таки этот фиолетовый хинокридон и просто где-то будем давать его более плотно где-то будем немножко облегчать можно немножко добавить каких-то красных оттенков лучше более малиновых например рубиновую можно добавить и не прорисовываем с вами каждый элемент а рисуем какими то такими общими объемами объемами зовем это так так добавляем чуть-чуть чай этого хинокридона спускаем сюда веточку здесь у нас с вами все почти закрыто сюда опускаем сюда можно поднять к зелени выпустить и вот туда куда-то под листву у нас там тоже это все еще виднеется и к низу так 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 берем опять зеленую с ультрамарином она должна получиться темный достаточно оттенок и делаем теневые части добавляем в наши цветы зелени у меня немножко приостановилась запись но буквально пару секунд мы потеряли смотрите да я добавила зелени немножко вытащила ее сюда здесь где-то в нашу крона да тут красивую цветочную добавила зелени и в принципе с этим зеленью мы больше не работаем теперь с вами делаем замес для того чтобы уплотнить вот эту нижнюю часть мы должны сделать с вами плотный бежевый цвет можно его даже немножко сделать похолодней с каким фиолетовым на и вот эту вот всю часть мы с вами прокрываем помню да что у нас здесь два ствола ляжущих поэтому их аккуратно обходим и здесь мы делали еще выступающую площадку поэтому тут у нас тоже маленький уступик если кисточка не позволяет возьмите поменьше и вот этот уступик тоже сделайте можно где-то вот так вот подчеркнуть можно просто оставлять где-то просвет здесь уже не сделала но здесь парочку оставлю дошли до двери и дальше пока не делаем берем ультрамарин добавляем вот в эту нашу консистенцию и вот эту нижнюю часть мы с вами утемняем и можно вот здесь вот под кроной тоже немножко дать поплотнее вот здесь вот около сгиба выравниваем дверь она у нас какого-то болотного цвета она я думаю что мы ее просто всю прокроем а как раз можно вот здесь вот и где-то подправить форму листьев если она не очень выигрышно смотрится берем опять плотнее под дверью у нас всегда идет с вами теневая часть тени они играют наверное одну из самых главных ролей вообще в картине на потому что благодаря правильным теням мы сразу же читаем с вами объем поэтому всякие вот такие вот мелочи всегда подмечайте и опять берем наш плотный цвет и здесь вот оставляем наличник и уводим дальше наш дом опять берем более плотный темный цвет и вот эту часть приглушаем она сейчас немножко вылезает неестественно давайте ее всю высветлим пока она сырая я просто пропитываю бумагой на и у меня вся краска уходит и как раз то он стал светлее как нам нужно так маленькая кисточка давайте проработаем дверь чтобы вот к этим местам уже не возвращаться у нас вами где-то здесь можно добавить теневой части тут вот мы рисовали что у нас на какие-то более темные элементы давайте сделаем дощечки но следите да даже в таких мелочах за тем куда у нас уходит линия наши всех параллельных земле элемента у нас из-за этого не получилась обратная перспектива так и вот здесь там мы тоже сюда уводим давайте нарисуем стволы стволы будем рисовать очень просто мы набираем вот какую-то такую серую массу на кисть кисть должна быть достаточно сухой видите она оставляет такие протертости и вот этими протертостями мы с вами а вот такими про штрихами закрываем стволы смотрим где у нас более темная часть берем уже более плотно краску да можно даже вот с того что у вас на палитре набрать можно взять какой-нибудь коричневый с индиго смешать и вот уже более плотной краской мы да уточняем какие-то отдельные элементы у нас уже есть общий на какой-то тон дерева и теперь мы вот как раз таки да то что я вам говорила тенями рисуем форму да можно здесь еще какую-то веточку добавить тенюшечку так и смотрите мы здесь не нарисовали я вижу что у нас здесь еще есть ступенька давайте чтобы нам много не простраивать я беру опять вот этот серый тон помню где наша точка схода да и примерно вот в этом направлении да и примерно вот в этом направлении ее даю смотрим что вылезли сильно у меня пёс прошел толкнул стол вот здесь вот вымываем убираем лишнее берем опять плотную краску вспоминаем где у нас эта точка схода и прочерчиваем вот эту линию разделяем нашу улицу можно немножко подразмыть и теперь берем еще из фиолетового чтобы мы с вами здесь вот эту часть сделали похолоднее и как раз еще и дадим рефлекс сверху и простраиваем вот эту ступеньку что я рисую давайте я вам рядом нарисую в карандаше немножко под другими углами но я думаю что вам понятно вот да у нас вот эта синяя линия и вот у нас вот эти вот полоску которую мы нарисовали для того чтобы у нас появился рельеф нам нужно вот здесь вот эту часть поднять следовательно вот эта линия у нас есть отбрасывающая тень обманываю вас совсем заболталась на вот у нас было две линии и вот прошла вот эта линия и вот здесь получается мы добавляем вот еще один уголок наверх теперь беру еще раз ультрамарин и вот эту часть немного поднимаю теперь можно взять более плотно краску для того чтобы уже как линером прочертить то что нас интересует у нас вот эта часть так и пойдет но здесь вот эта вот ступенька появилась и вот здесь у нас с вами тоже есть на какие-то более теневые части вот туда куда-то за наш куршин вот это все и будет прятаться так здесь у нас с вами проходит тень поэтому берем фиолетовые вместе с ультрамарином и вот такими же проштрихами даем вот эту вот тень и у нас сразу же вот это место оживилось совсем чуть-чуть добавили вот эти наличники тоже надо приглушить по ним идет тень и сразу же это место заиграло так давайте теперь просмотрим что нам нужно здесь добавить каких акцентов совсем чуть-чуть я хочу усилить вот эту тень на набираем плотно краску и вот эту стень я в каких-то местах немножко еще подчеркиваю да и вот куда-то сюда можно еще и увести вот здесь вот можно разделить здесь добавим и вот здесь вот мне хочется эту часть сделать поевнее а поскольку у меня уже здесь белые я закрыла я рисую это темно можно было бы взять линнер и нарисовать линнером и давайте добавим немножко старины в эту часть и также сухой кисточкой мы добавим каких-то протертостей фактуры вот этой штукатурки можно взять более теплый да и вот этот уголочек еще обозначить у нас с вами вот эта часть тоже должна быть в тени поэтому ее мы тоже с вами прокроем возвращаемся к окнам здесь у нас тень и открытые немножко при открытые створки и эту створку делаем без открытия можно взять более плотный синий на к примеру вот эту створку немножко уплотнить и переходим на эту часть смешиваем опять плотно красочки как мы брали в нижнюю часть поскольку этот фасад у нас немного в тени берем кисточку поменьше и уточняем где-то форма и к низу у нас дом немножко светлеет а здесь уже попадает солнышко доходим до зонтика я немножко закрыла но скетчевая такая небрежность здесь работу не портит я беру ультрамарин с фиолетовым хинокридоном добавляю туда немного коричневый и вот эта вот вся часть у нас уже с вами уходит в тень мы с ней не хотим уже так много разбираться поэтому давайте обрисуем наш зонтик вот эту часть пока мы сейчас с вами давайте закончим мягко чтобы мы могли туда какие-то вещи добавлять где-то вот здесь наша вешалка закончится здесь вывеска здесь еще одна вывеска и здесь снизу давайте сразу же это переведем в тень на земле у нас вот тут проходит тень да и вот мы это все туда и увели совсем не разбираясь здесь также зонтик обрисуем здесь можно чуть-чуть его наметить давайте нарисуем вот это темное окошко то что мы от него видим теперь берем голубую можно взять ультрамарин можно какой-то другой немного цвет у нас лучше всего ультрамарин а немножко его просто проглушить какими соседними оттенками у нас вот эта пимпочка завалилась можно взять к примеру гелевую ручку ну и вот наш столб вот эту часть беленькую вернуть либо взять гуашь если у вас она осталась замечательно там как раз идет тень поэтому не страшно берем теперь опять поплотнее краску нам нужно здесь дать тень да можно где-то и сюда немного добавить там приглушаем синим рисуем этот элемент вот здесь вот у нас с вами есть какие-то теневые части теперь идем к верху нарисуем эту линию более явно подчеркнем ее возьмем коричневый и весь его прокроем так что-то у меня тут вылезло на работу пигмент подобрался крупно берем плотно индиго глушим фиолетовым можно и коричневым немного и вот эта часть ближе к нам ее делаем более ярко более ярко да и вот туда можно тоже немного добавить акцентов на и вот эта часть у нас по мокрому вписывается и мы видим что она вся более темная потом можно добавить вот нашу вот в эту плоскость еще побольше теней а у нас вот здесь с вами под крышей будет немного потемнее и вот здесь вот тоже можем дать с вами чуть чуть более явную тень для того чтобы этот элемент вышел на нас вперед да но вот эту плоскость нам также нужно с вами приглушить поскольку она в тени сначала я ее прокрываю более тепло теперь беру ультрамарин и вот такими про штрихами да добавляю сюда эту тень теперь можно взять где-то еще более плотно и уже обозначить какие-то границы смотрим на наш зонтик подчеркиваю теневые части здесь мы делаем что у нас падает тень на зонтик от вот этих листьев цветов здесь у нас у пимпочки тоже тень и вот всю дальнюю плоскость надо еще уплотнить на мы помним что у нас здесь проходит столбик белый давайте его сразу же обойдем потом возьмем какой-нибудь зеленый нарисуем платье здесь висящее на вешалке на какие-то еще одеяние здесь висят есть возьмем голубой с другой стороны давайте прорисуем эту большую вазу для начала я ее полностью всю прокрываю теперь маленькой кисточкой нам и уплотняем с вами те части которые в тени здесь тень падает от дерева на и вот эту вот форму она у нас тень подчеркивает и здесь у нас уже идет собственная тень и можно заодно вот эти вот прожилочки показать да и у нас только вот эта вот часть остается на свету здесь у нас горлышко и верхняя площадка теперь берем ультрамарин и все это обобщаем тень у нас тень идет здесь от куста да да если мы смотрим с вами вот эти вот лучи как у нас падает тень да видите она под достаточно большим углом и почти сверху поэтому у нас тень идет от вот этих вот навесов да и от дома она почти незначительно выступает так ультрамарин вот эту тень и здесь мы ее тоже сделаем больше с ультрамарином можно здесь как раз таки тенью подчеркнуть форму сосуда можно добавить даже еще и индиго более плотно вот тут вот как раз обрисуем где у нас заканчивается одежда какие-то вешалочки тут какие-то элементы да у нас висят и опять здесь у нас подсохла мы можем вернуть на сосуд тени уже более контрастные эту всю часть затеняем сильней добавляем таких ярких контрастных теней которые у нас и здесь пройдут также можем сразу же усилить в этой части немножко наш сосуд давайте сразу же сделаем тень под вывеской делаем какую-то надпись давайте возьмем опять вот этот яркий красный и ты ярко-красный сделаем какой-то эффект надписи я ее не прокрашивала я до видели просто прочерчиваю и у нас глаз сам додумывает что это у нас за элементы в теневой части также можно добавить каких-то вертикалей для того чтобы создалась иллюзия каких-то предметов и объектов на которые здесь находится смотрите на вас немножко завалилась эта часть мы ее возвращаем и для того чтобы ножка у нас немножко спряталась мы ее вот в этой части немножко тонируем и получается что она у нас не настолько сильно светится как верхняя часть давайте с вами аккуратно спишем вот этот задний домик чтобы у нас осталось только проработка окошек берем с вами фиолетовый с ультрамарином глушим можно например оранжевый немного проглушить коричневый у нас тоже такой получится нейтральный цвет и вот этим нейтральным цветом мы полностью прокрываем весь дальний вот этот домик пока заливка влажная чуть-чуть вытираем вот эту часть дома берем кисть поменьше берем плотно краску без воды и вот эту грань немножко усиливаем подчеркиваем под крышей ставим каких-то два как будто окошко и можно где-то здесь еще и дать немного кроны какого-то дерева и почти с этим и все сейчас немножко подсохнет мы добавим туда немного контрастов можно еще пока сыра вот здесь немного добавить сделать их поярче и вот это вот крона и возьмем потеплее цвет и вот эту крышу тоже немножко обрисуем можно дать какой-то элемент и все задняя часть у нас с вами закончилась давайте здесь чуть-чуть добавим элементов смотрите на ваш на вашу работу где вам каких-то деталей не хватает и добавляйте и вот наша последняя задача которая нам нужно сделать это вот эти окошки берем сначала неаполитанскую глушим немножко фиолетовый и рисуем эти наличники просто их прокрываем равномерно краской так вот это окошко мы делали что она у нас открыто так эту створку мы не нарисовали тогда сделаем что она у нас вот эта створочка будет закрыта вот здесь тоже чуть-чуть приспустим протонируем чтобы если где-то у нас вылезет выглядела хорошо берем такой же цвет как мы использовали здесь у меня была эта ярко-голубая и раскрываем здесь у меня были листочки поэтому я их чтобы недолго выписывать в этом месте добавила воды и промокнула чтобы это все не обходить так тут добавляю и здесь у нас закрытое окошко берем теперь плотно краску а поскольку мы сделали немножко по-своему сейчас будем рисовать интуитивно где-то здесь у нас с вами значит должны быть более темные части и вот тут вот в этой с этой стороны мы с вами должны довести нашу заливку которую мы прервали а это была ошибка здесь мы с вами не будем так ее разрывать можно ее сделать чуть-чуть полегче так для ограждения можно использовать какие-то белильные краски если у вас есть с голубым оттенком да если у вас нету можно смешать белила с голубой и прорисовать это вот ограждение поверх нам всегда здорово иметь у себя в арсенале какие-то вот такие белильные оттенки для того чтобы рисовать потом поверх яркие акценты если мы всю работу делаем ими то это уже конечно выглядит глухо и не очень хорошо но для каких-то вот таких мелких деталей это очень выручает чтобы нам все вот это пришлось бы иначе обходить теперь нам нужно вот здесь с вами каким-то более темным цветом добавить новой плоскости вот этот торечец у всех прокрыть я не разбираю форму даже я вот просто стемняю уголочек давайте сразу вот здесь вот дадим еще тень можно где-то и то добавить и хочется чуть побольше где-то добавить голубого форма кронштейна немного потерялась здесь у нас вот это вот навес выступающий забеленный и снизу хочется немного его утемнить чтобы он у нас не выше как и вот эту часть тоже немножко уплотним уплотним теперь уже смотрим где нам добавить каких-то теней вот здесь вот хочется черкнуть вот здесь вот хочется черкнуть у нас этот фасад уплотнили и для вот этого фасада возьмем побольше кисть более оранжевый цвет чуть-чуть стоит добавить вот в эту зелень тоже контрастов поскольку она все-таки у нас на переднем плане и в целом остались уже какие-то детальки у каждого они свои поэтому смотрите на свою работу можно прищуриться посмотреть на референс посмотреть на работу найти где какие элементы вы хотите добавить потому что обычно когда мы прищуриваемся очень много что вылезает и становится видно где-то вот здесь вот можно тоже добавить более глухих элементов это вот сюда и с ведром все зелень мне нравится она собралась здесь можно чуть-чуть рассоединить этот массив обычную последние детали собирает всю нашу работу вместе и сделаем перелом вот эту плоскость надо тоже учим нить не заметила сразу мы ее просто приглушаем она не вылезала на нас можно взять где-то к примеру каких-то пару ограждений добавить ручкой добавляем детальки и последнее что нам осталось сделать я хочу добавить немного динамики в мостовую сейчас она смотрится слишком плоско где-то еще тут каких-то элементов добавить ручкой и что я делаю для мостовой я беру легкий фиолетовый оттенок да вот он должен еле пачкаться и мы вспоминаем где наша точка схода была и примерно прочерчиваем какие то линии плоскости вспоминаем что отдаляясь от нас у нас теряется контраст деталировка прорисованность и вторая наша точка схода и для того чтобы это немножко раскинуть можно еще и протереть чем-то на чтобы где-то у нас подразмазалась также можно взять синтетику и какие-то отдельные плитки сделать более темными какие-то более светлыми за счет этого у нас начнет играть фактура а мы сюда добавляли уже разных оттенков но это не было настолько явно сейчас мы с вами как раз таки и делаем так что у нас есть отдельные более темные плоскости на линию лучше немного где-то поломать чтобы у нас не было таких четких расчерчиваний можно также взять большую кисть и сделать такими рваными движениями усилить еще передний план и вот теперь картинка у нас собралась и осталось поставить только автограф получилась картинка достаточно насыщенная по деталям можно было сделать этот скетч в более легкой манере но у меня все всегда зависит от настроения сегодня у меня какой-то такой настрой вот видите здесь намочила все потекло поставлю автограф чуть позже когда здесь подсохнет допишу а поэтому а вы можете нарисовать ту же самую работу что сейчас делала я вы можете взять какой-то свой референс на и нарисовать по своей фотографии мы с вами когда рисуем я хочу чтобы вы приложили можно в stories нам можно в карусели приложите пожалуйста свою тут композиционную простройку да что вот у нас есть с вами лист и мы с вами просматриваем где и как мы расставляем наши объекты где у нас какая доминанта чтобы вы насчет этого задумались если рисуем по моей работе то этого не нужно делать можно нарисовать также с кучей деталей можно нарисовать в более простой манере следующая ваша задача это нарисовать любой скетч именно с угловой перспективой с двумя точками схода и отметить меня и скинуть и свою работу также в телеграм-канал еще раз вас прошу не игнорировать эту просьбу потому что мы будем завтра с вами разбирать работу опять в прямом эфире и для того чтобы не проще было искать ваши работы давать какие-то комментарии лучше чтобы у меня все было в единой папочки в телеграм-канале в инстаграм мы отмечаем меня для того что я поставила лайк написал вам какие-то добрые слова для того чтобы уже получить подробный разбор работы лучше прислать в телеграм-канал потому что в инстаграме я могу вашу работу не заметить и пропустите не будет она разобрана так что все всем большое спасибо что рисовали со мной такая вот работа у нас с вами получилась жду ваших работ ваших картинок отмечайте и встретимся с вами уже на следующем занятии